Здравствуйте, коллеги! В этом видео будут показаны возможности программы Pluxis Coupling Tool для совместного расчета верхнего строения и основания. В настоящее время программа позволяет производить расчеты такого вида с использованием Pluxis 3D в сочетании с Sub2000, SCAD и Autodesk Robot. Это видео будет посвящено связке со SCAD. Для начала давайте запустим программу. Первое, что нам нужно сделать, это выбрать исходные проекты SCAD и Pluxis 3D. Давайте ознакомимся с исходным проектом SCAD и с исходным проектом Pluxis. Это обычное здание, схема была найдена в интернете. Специально мы здесь ничего не придумывали. То есть это стандартная типовая ситуация. В этом здании есть различные нагрузки. Это равномерно распределенные на пластинки и на стержни. А также элементы здания имеют различные жесткости. И эти жесткости меняются от этажа к этажу и от перекрытия к перекрытию. Исходный проект Pluxis содержит только грунт, конструкцию он не содержит. Тем не менее, при желании такие конструкции могут также быть замоделированы и по совместному расчету они не помешают. Необходимо, чтобы в проекте Pluxis 3D присутствовала хотя бы одна фаза, для того, чтобы мы смогли экспортировать наши конструкции и активировать их на соответствующей фазе. После того, как исходные модели заданы и проверены, мы можем скопировать их в папку проекта. Это делается для того, чтобы мы всегда смогли откатиться до исходного состояния. Давайте мы сохраним наш проект PCT под именем Demo и откроем директорию модели. Как мы видим, модель SCAT и проект Pluxis были скопированы в соответствующие папки. После того, как они скопированы, мы можем подготовить модель SCAT для совместного расчета. Для этого нам необходимо задать конечные элементы 51, то есть упругие связи, в узлы, которые будут соприкасаться с грунтом. Для этого я заранее создал группу, которая называется фундамент узлы, и в узлах, которые соприкасаются с грунтом, будут соприкасаться с грунтом, я создам вот эти упругие связи. Они могут быть совершенно любой жесткости, поскольку они служат только индикатором того, что узел действительно взаимодействует с грунтом. Кроме того, мне нужно создать хотя бы одну комбинацию загружений. Одна комбинация у меня уже есть в этой модели, я создам новую комбинацию и немного ее изменю. То есть мы будем работать с двумя комбинациями. Я поставлю снеговую нагрузку равной 0, а ветровую нагрузку с коэффициентом 0.9. На этом подготовка модели SCAT завершена. Сохраняем модель и закрываем. Следует отметить, что все эти преобразования могут быть выполнены как в исходной модели, так и в рабочей, то есть той, которую мы скопировали в папку проекта. Как я уже говорил, в модели PLAXIS должна присутствовать хотя бы одна фаза и грунт. На этом вся подготовка модели PLAXIS завершена. После этого нам необходимо обновить фазы и обновить загружения, комбинации загружений. Для этого мы нажимаем на кнопку обновить все, программа поочередно открывает модели SCADA и проект PLAXIS и считывает оттуда данные по комбинациям и по фазам. После того, как эта информация загружена, мы можем выбрать их в списке и назначить соответствие фаз и соответствие комбинаций. Таких соответствий может быть несколько. Это означает, что нагрузки из комбинации C1 будут активированы на фазе Phase 1 и нагрузки из комбинации C2 будут активированы на фазе Phase 2. После этого приступаем к экспорту модели. Как вы видите, мы можем экспортировать не только всю конструкцию разом, но также отдельно экспортировать материалы, экспортировать геометрию, нагрузки и так далее. При первом экспорте мы будем экспортировать все и активировать нагрузки на соответствующих фазах. Нажимаем кнопку выполнить. Программа еще раз проверит исходные данные. После проверки исходных данных программа откроет модель SCAD, считает оттуда геометрию, информацию о жесткостях, информацию о нагрузках, преобразует их в соответствующий вид, оптимизирует и уже с помощью команд начнет строить геометрию непосредственно уже в плакси. Мы можем прямо наблюдать этот процесс в реальном времени. Сначала у нас создаются стержни, узлы, материалы, затем поворачиваются локальные оси U элементов, затем начинают создаваться пластины и отверстия, назначаются соответствующие материалы этим пластинам, затем создаются нагрузки. Нагрузки на элементы, после чего программа переходит в Stage Construction и уже в Stage Construction мы будем активировать элементы и нагрузки на соответствующих стадиях. Мы перешли в Stage Construction и на фазе 1 мы активируем всю геометрию. Переназначаем материалы, если это необходимо, с соответствующими коэффициентами собственно веса, активируем интерфейсы. Интерфейсы создаются в тех поверхностях, на тех поверхностях, которые соприкасаются с грунтом, то есть это те пластинки, которые мы пометили 51-м конечным элементом. Нагрузкам создаются соответствующие значения прямо на фазах, на первой и на второй. После этого проект Плаксис сохраняется и мы сможем уже посмотреть, как у нас произошел экспорт. Для первой фазы все элементы были активированы, сейчас идет активация элементов на второй фазе. Как вы видите, было затрачено 2 минуты 13 секунд. Давайте посмотрим, что получилось. Открываем рабочий проект Плаксис 3D. Первое, что необходимо сделать, это перейти в сетку и настроить параметры сетки. Здесь стоит сказать о том, что подземная часть, то есть те пластинки, которые будут у нас соприкасаться с грунтом, лучше там сделать сетку помельче, поскольку оттуда мы будем забирать перемещение. Ну и лучше, чтобы перемещение у нас передавалось более точно, поскольку от этого будут зависеть усилия модели SCAT. Поэтому всей нижней части, подземной части, я назначаю коэффициент 0.2 и строю сетку. Строю сетку. Если мы этого не сделаем, то программа автоматически построит сетку с теми параметрами, которые заданы по умолчанию в процессе расчета. Сетка построена, было создано 28500 элементов и 52 тысячи узлов. Давайте посмотрим на нашу сетку. Как вы видите, интерфейсы создались только там, где наша конструкция примыкает к грунту. И собственно сетка на фундаментной плите и на стенах довольно-таки некрупная. После этого мы переходим в Stretch Construction и отключаем грунт внутри здания. Сначала я отключаю его на фазе 2, затем то же самое проделываю на фазе 1. Здесь стоит отметить, что в настоящее время API интерфейс SCADA не позволяет нам получать данные о жесткостях элементов. Поэтому программа создает материалы с такими же именами, как в SCADA. Единственное, что характеристики этих материалов необходимо перезадать вручную, основываясь на модели SCADA. Ну, благо, что сделать это не так сложно, поэтому мы сейчас проделаем это для одного материала, а для остальных я подготовил скрипт, который нам позволит сделать это все очень быстро. Вот. На этом подготовка проекта Pluxys к расчету завершена. Закрываем Pluxys, сохраняемся. Да. И после этого нажимаем на кнопку расчет. Здесь опять же важное предупреждение. Если вы используете операционную систему Windows 10, необходимо запустить Pluxys Cupling Tool во время расчета от имени администратора. В противном случае измененный файл SCADA с перемещениями он не сохранится. Проверим меню файл, недавний файл и выберем наш проект. Нажимаем на кнопку расчет. После этого программа проверит исходные данные, посмотрит, изменились ли они. Затем произведет расчет в Pluxys 3D и перемещение опорных узлов. Программа приложит модель SCADA как предварительно заданное смещение. В процессе расчета после того, как данные из Pluxys считались, программа прикладывает перемещение, полученное из Pluxys в модель SCADA как предварительно заданное смещение, после чего предлагает нам сохранить модель. Да, обратите внимание, что сохраняемся мы уже в папке Result, а не в папке Work. По сути говоря, это та же самая папка, папка нашего проекта, папка для SCADA модели уже Result SCADA. После расчета давайте ознакомимся с его результатами. Для этого я запускаю модель SCADA, результирующую модель SCADA и запускаю Output для модели Pluxys. Что касается модели SCADA, то здесь было создано два новых загружения. В этих двух новых загружениях были заданы предварительно заданное смещение для всех опорных узлов. Опорными узлами являются те узлы, в которых присутствует конечный элемент номер 51, то есть пружинка. Кроме того, эти новые загружения были включены и в комбинации загружений. Вот это первая комбинация и это у нас комбинация номер 2. Давайте запустим нашу модель на расчет и пока она считается, перейдем в Output Pluxys и уже в Pluxys непосредственно мы ознакомимся с результатами нашего расчета. Отобразим вертикальные перемещения в виде из-за полей и как мы видим для первой и для второй фазы, для первой и для второй фазы они немного отличаются. Модель SCADA посчиталась и давайте сравним эти самые перемещения. Как мы видим, перемещение очень, картинное распределение перемещений очень и очень похоже. Давайте мы изменим единицы измерения для перемещений и отдельно отобразим фундаментную плиту. Максимальное значение составило порядка 26 мм. Максимальное значение для нашего случая составило также примерно 26 мм. Для первой и для второй комбинации у нас разная картинка по перемещениям, что в SAP, что в Pluxys. На этом все. Спасибо за внимание. По всем возникающим вопросам вы можете обращаться по контактам, указанным на экране. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»